По просьбе жителей Красноглинского района Елена Лапушкина осмотрела территорию у Дома культуры «Искра». Когда-то он был настоящим дворцом. Паркетные полы, мраморные колонны, барельефы на фасаде. В дни проведения праздников в ДК играл духовой оркестр и музыка была слышна по всему поселку. Сейчас «Искра» нуждается в реконструкции. На настоящий момент разрабатываем дизайн-проект, потом с этим зайдем уже на строительный проект. После этого будем решать вопрос о начале строительно-монтажных работ. Немало вопросов от жителей города, в том числе и через социальные сети, поступило по поводу состояния тротуара по улице Сергея Лозо. Самарцы отметили, что пешеходные дорожки нуждаются в обновлении. Конечно, есть серьезные просадки, есть вопросы с коммуникациями, с колодцами. И решили, что в этом году, там, где особенно вопиющие провалы, конечно, это все восстановим и сделано. Кроме того, мы уже в середине июля заходим на ремонт уличной дорожности самой улицы Сергея Лозо. Осмотрел глава города и территорию ЗАГСа по адресу Сергея Лозо, 13. В данный момент внутри здания и на прилегающей к нему территории ведется ремонт. Рабочие обновляют фасад и укладывают тротуарную плитку. В будущем здесь появятся благоустроенные сквер с фонарями, лавочками и аркой для фотосессий. Особой локацией стала вертолетная площадка, которая в прошлом году открылась после реконструкции. Конечно, есть небольшие замечания по локациям, где у нас особая такая большая проходимость, где много детей. Есть газоны, которые немного пострадали, но мы примем решение, возможно, мы заменим покрытие. Ну, а все остальное, вы видите, прекрасно, все в цвету, все красиво. Обсуждение наболевших вопросов продолжилось в администрации Красноглинского района, где глава города провела встречу с жителями. Самарцы затронули темы капитального ремонта домов, спила аварийных деревьев, ремонта ливневой канализации, а также обновление дорог и доступности транспорта. Первый маршрут у нас плохо. Иногда интервал 40-50 минут, люди ждут. Основная проблема транспорта в этих удаленных районах даже не то, что не хватает автобусов, а то, что они сами по себе очень протяженные, и они в обязательном порядке. Где-то встают в пробки, где-то стоят на светофорах. Очень надеемся, что решим вопрос все-таки по пересадочным талонам, когда человек с одним билетом может ездить дальше. Вся нормативка у нас уже есть. Жители Красноглинского района задали главе Самары более двух десятков вопросов. Городские власти взяли их на контроль. Также в администрации провели семинар с активом Советов многоквартирных домов проекта «Мой дом». Напомним, региональный проект помогает жителям в решении актуальных вопросов в сфере ЖКХ. Он создан по инициативе губернатора и секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова. Главная задача – повысить правовую грамотность актива многоквартирных домов. Поэтому выбрали формат обучающих выездных семинаров. За два года организовали более двухсот таких встреч. В них приняли участие порядка семи тысяч активистов. До этого времени чаще всего собственниками и управленцами в домах были управляющие компании. Когда мы с вами не могли с ними выстроить общий язык, мы не понимали, куда уходит у нас деньги с многоквартирного дома, и какие мы деньги платим, что с ними происходит, было неизвестно. Современная и удобная платформа ГИС ЖКХ обеспечит простой доступ к широкому перечню данных и сделает сферу жилищно-коммунального хозяйства понятной и доступной. Через эту систему собственники могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями и органами власти различных уровней. Вести и проверять показания приборов учета, контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями, а также отслеживать их стоимость, проверить наличие лицензии управляющей организации, узнать график капитального ремонта по дому. На семинаре присутствовали руководители профильных департаментов администрации города и представители ресурсоснабжающих организаций, которым жители Красноглинского района смогли задать вопросы в индивидуальном порядке после окончания встречи. Ольга Павлова, Константин Головин, Николай Епифанов. События.